Всем привет! Говорят, что красота автомобилей Mazda, которые пошли с 2011 года, заставили дизайнеров Toyota рисовать более эмоциональные и красивые автомобили. Впрочем, у них на это ушло 10 лет. Ну а что с надёжностью у Mazda, в частности, шестёрки? Какие проблемы и разочарования таит эта яркая внешность? Итак, встречаем. Mazda 6 третьего поколения. Сейчас обо всём расскажем. Даже не верится, что самой старой Mazda 6 этого третьего поколения уже 12 лет. Эта машина поступила в продажу как раз в конце 2012 года. Все у нас её знают исключительно в виде седана. Завезённые из Европы универсалы ещё и с дизелем практически не встречаются. Не было у Mazda 6 проходных моторов, то есть с мотором 1.5 или менее, чтобы таможенная пошлина была минимальной. Кстати, японцы активно освежали этот автомобиль. Первый рестайлинг состоялся уже в 2015 году и принёс с собой в основном косметические изменения. Даже мелкие болячки, проявившиеся за три года, никто не устранял. Зато интерьер в передней части стал интереснее. Mazda продолжала развивать и совершенствовать свою мультимедийную систему. Ей стало удобнее пользоваться благодаря новому пульту, а экран стал свободно стоящим. Потом произошёл ещё один рестайлинг в конце 2018 года. В шестёрке расширились системы активной безопасности, а также многие опции стали стандартными. А вот по технике ничего такого нового не произошло, разве что под капотом появился 2.5-литровый турбомотор. Ну что, давайте переходим к сути, и мы вам расскажем сейчас всё про эту машину. Но перед этим вот эта тачка на данный момент продаётся. Ссылочка на неё будет в описании к этому ролику. Итак, поехали! Мы обозреваем не первую Mazda после 2010 года выпуска. И что мы можем сказать? Мы можем сказать, что кузов у этих машин хорошо противостоит коррозии, а вот днище обязательно будет покрыто рыжим налётом. А через лет 15 начнут появляться дыры. Так вот, обязательно надо обработать днище антикора. Если вы выбрали мастичный антикор, то обязательно только после пескоструйной обработки его надо наносить. А если выбрали антикор с ингибитором коррозии, то тогда обязательно надо раз в год его наносить. И, кстати, вот таким антикором спасали кузова Mazda 6 первого поколения. И, кстати, не обделяйте вниманием поддоны моторов Skyactiv. Они стальные и покрашенные. Так вот, со временем слой краски облупливается, слезает, и реагенты вгрызаются в сталь. И пока до сквозных дыр не доходит, но это лишь вопрос времени. Снаружи Mazda 6 всегда выглядит прилично, и вряд ли вы найдёте коррозию на окрашенных кузовных элементах. Однако помним, что слой краски тонкий, и резиновые уплотнители его протирают. И поэтому следите обязательно за краями дверей изнутри и за нижней частью дверей. Ещё коррозия может появиться из подножек боковых зеркал. Дело в том, что под вот эти уплотнители попадают песчинки и, естественно, царапают там краску. И там появляется коррозия. Да, все металлические панели кузова Mazda 6 оцинкованы, кроме крыши. Но помним, что слой цинка тонкий, и поэтому если песчинки, камень пробивает краску, цинк, грунт, то места вот эти рыжеют и появляется коррозия. В целом пока жаловаться не на что, но если не ухаживать за кузовом этого автомобиля и за днищем, то вскоре придется ехать к кузовщикам на удаление коррозии. Источник света фар у самых ранних Mazda 6, как в нашем случае, то есть до первого рестайлинга, либо галогеновый, либо биксеноновый. Ну а после рестайлинга от биксеноновых фар отказались, и Mazda 6 перешла на светодиодную оптику. Ну а теперь опять вернемся к зеркалам. Серийная болячка. Буквально каждая Mazda, которая выпущена после 2010 года – это механизм складывания и раскладывания зеркал. И об этом мы рассказывали буквально в каждом обзоре Sky-активной Mazda. Способов ремонта много, есть неоригинальные шестеренки взамен изношенных, есть китайские механизмы. Но лучше купить оригинальные механизмы складывания обоих зеркал, причем сразу последней ревизии. На сегодняшний день они даже подешевели порядка 30 долларов за каждый. Похоже, почти за 15 лет инженеры Mazda все-таки решили победить эту проблему. Да, некоторые владельцы даже и не слышали о таком. Но есть такие владельцы, которым менялись зеркала по гарантии, ну вместе с механизмом складывания зеркал по три и более раз. Буквально на третий-пятый год эксплуатации у Mazda 6 начинают скрипеть ограничители дверей. Так вот, если их обрабатывать правильной смазкой, то они прослужат дольше. И помните, что смазка должна формировать сухой и скользкий слой. То есть даже хозяйственное мыло для этого подойдет. А вот если вы используете липкую смазку, то тогда на вот эту липкую смазку будут налипать песчинки, мусор, пыль и так далее. Это все образует абразив и тогда приканчивает вот этот абразив пластиковые сухарики и также тяги ограничителей дверей. Собственно, в продаже есть сухарики, не оригинальные, но вроде бы служат дольше. Так вот, цена за четыре, то есть за ремкомплект из четырех плюс смазка – 20 долларов. Но внезапно оригинальные ограничители. Дверей подешевели – 30 долларов за штуку, что вполне приемлемо. Ну а теперь добро пожаловать в салон. Интерьер рестайлинговых Mazda 6, то есть с конца 2014 года, гораздо интереснее и легче по дизайну, кое в чем даже удобнее. Что тут может беспокоить? Часто скрипит водительское кресло. Это в основном касается самой базовой версии с механическими регулировками. Обычно помогает густая смазка и его салазок. Другая частая и досадная неприятность – люфт водительского кресла. На некоторых машинах по гарантии его даже меняли пару раз. В основном меняли его нижний каркас. Люфт возникает из-за износа заклёпочных соединений. В принципе, заклёпки можно заменить на винтовые соединения. К пробегу в 100 тысяч километров на Mazda 6 появлялся очень интересный глюк. Трансмиссия не видела режим паркинг и таким образом не позволяла, скажем так, отходить магнитолик ко сну. Эта неисправность возникала из-за износа концевика в селекторе АКПП. Резиновый колпачок этого концевика просто продавливается со временем. Его общая длина сокращается, в итоге не хватает хода нажатия для обнаружения того, что селектор переведен в паркинг. И вот этот концевик можно нарастить, просто добавить к нему металлический колпачок. И самое сложное – здесь разобрать пластик вокруг селектора АКПП. Ну, а теперь сразу перейдём к трансмиссии. Так вот, на Mazda 6 установлена очень надёжная и хорошая шестиступенчатая гидромеханическая трансмиссия под брендом Aisin. Как мы понимаем, у этого бренда практически все трансмиссии надёжные. Так вот, в этой трансмиссии есть косячок. Она может на холодную начинать пинаться при переключении между первой и второй передачей, а также в ней может со временем завыть дифференциал. В этой трансмиссии можно менять фильтр АТФ. Он становится доступен после снятия поддона. Поддон устанавливается, то есть уплотняется к герметикам. И при установке поддона надо счистить старый гермет и нанести новый. Если менять масло частично, то удается слить 5 литров масла. Уровень АТФ определяется щупом. А вот также можно менять ещё масло прокачкой. Так вот, слить АТФ можно на работающей АКПП через отверстие, которое закрыто заглушкой возле щупа. Итак, рассказ про двигатели мы начнём с очевидных и повторяющихся вещей, а именно с датчика давления масла. Так вот, со временем по нему может сочиться масло и главное вовремя заметить вот эту струйку, потому что через неделю может вытечь всё масло. А если всё масло вытечет, то мы знаем, к чему это может привести. Так вот, новый такой датчик стоит 30 долларов. И судя по номеру, у него была вторая ревизия с буквой «Б», и, наверное, он будет доставлять меньше хлопот. Это мы предполагаем. При пробеге в 150 тысяч километров у моторов SkyActiv начинает просачиваться масло сквозь клапанные крышки. Так вот, обязательно в этом случае надо поменять прокладки на новые. Стоимость оригинальной – 30 долларов. Ещё эта прокладка не только уплотняет периметр клапанной крышки, но ещё и свечные колодцы. При снятии клапанной крышки обязательно поменяйте уплотнительное колечко соленоида выпускного распредвала. Оно располагается вот примерно здесь, ближе к правому стакану кузова. Там тоже может появиться расползающееся масляное пятно. Форсунки непосредственного впрыска отлично переваривают отечественный бензин, впрочем, как и ТНВД. Нельзя сказать, что топливная система двигателя SkyActiv проблемная, но к пробегу в 150 тысяч километров двигатель может начать работать с ощутимыми вибрациями. И тогда владелец, скорее всего, поменяет свечи зажигания, поменяет катушки зажигания. Это, может, не поможет. Тогда он почистит дроссельную заслонку. Это тоже не поможет. Затем дело может даже закончиться чисткой впускных клапанов. Но и это не поможет, и, скорее всего, дело будет именно в форсунках. Они страдают от загрязнения и даже повреждения, нарушения геометрии распылителя, если мотор не сможет запускаться с первого раза, на диагностике обнаружат значительные положительные коррекции впрыска топлива, то форсункам уже не хорошо. Иногда помогает просто добавление специальных очищающих присадок в топливо, и они действительно работают. Но лучше это делать чисто из профилактических мер, а не когда уже форсунки изношены. Обратите внимание на бренды «Супротек» и «Апрахим». Весь ассортимент есть у нас на сайтах, ссылочки будут в описании. Также можно прочистить эти форсунки непосредственно впрыска на специальном стенде. Еще раз обозначим, что нужен специальный стенд для форсунок непосредственного впрыска, где давление очистки в несколько десятков бар, примерно 70 и 100 бар. И заодно на таких стендах можно оценить производительность форсунок. Катушки зажигания к двигателям SkyActiv тоже подешевели – 125 долларов за оригинал, заменители дешевле примерно в два раза. Катушки ходят 100-150 тысяч километров. Могут и больше, если вовремя менять свечи зажигания. А вот пропуски зажигания, то есть этот симптом, проявляется, если с одной катушкой что-то не так, он проявляется при прогретом двигателе и на высоких оборотах, примерно на четырех тысячах. После пробега в 150-200 тысяч километров источниками вибраций могут быть подушки, то есть опоры двигателя. Так вот, их тут три. Правые гидравлические стоят по 200 долларов за оригинал, задняя стоит 70 долларов за оригинал, а опора, которая находится на трансмиссии стоит 200 долларов. Заменителей у этих опор предостаточно. Стоят в два-три раза дешевле. Ну а теперь, собственно, про бензиновые двигатели. Для Mazda 6 были доступны рядные четверки объемом 2.0 и 2.5, а вот после второго рестайлинга стала еще доступна турбированная версия. Так вот, все эти моторы очень надежные. Ролика втулочная цепь ходит 300 тысяч километров. О тепловых зазорах можно забыть, потому что в приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы. Кстати, на ютубе есть обзоры, где двигатели SkyActiv называют задиристыми. Мол, в каждом цилиндре двигателя SkyActiv есть задиры. Так вот, мы провели свои видео исследования и, скажем так, никаких задиров в этих двигателях нет. И почему вот эти видео обзорщики определяют две вертикальные полоски в каждом цилиндре двигателя SkyActiv за задиры, нам непонятно. И почему они не обращают внимание на нагар, то есть обильный нагар на донышках поршней этих моторов. И дело в том, что вот эти две полоски в каждом цилиндре и делает вот этот вот нагар на жировом поясе. И такие две полоски в каждом цилиндре будут на каждом двигателе, у кого обильный нагар, обильный кокс на жировом поясе. Кстати, уважаемые обзорщики, обратите внимание, пожалуйста, на то, что в двигателе SkyActiv зачастую льют обы что. И, кстати, вот этот самый нагар очень портит жизнь форсунком непосредственного впрыска. Вообще, двигатели SkyActiv довольно всеядные к топливу и маслу. Конечно, бензин нужно использовать не менее АИ-95. Выбор рекомендованных производителем масел тоже очень широкий от 0V20 до 10V30. Эти масла могут быть как обычных восточных стандартов ILSAC GF-5, так и относительно нового европейского Asseo C5. Но для моторов 2.5 Turbo 20-ки не рекомендованы. Собственного допуска к маслам Mazda не предъявляет. Реально можно купить масло подешевле и менять его каждые 7500 километров, чтобы не образовывалось того самого нагара, который царапает стенки цилиндров. Да, стенки чугунные, то есть цилиндры чугунные, стенки тонкие, поэтому точить там нечего. Но этого даже делать и не надо, потому что двигатель SkyActiv пройдет при нормальной эксплуатации и 500 тысяч километров. К 2.5-литровому турбодвигателю есть вопросы, которые подтверждены и отзывами владельцев, и сервисным бюллетенем. Двигатели, которые были изготовлены до 9 июня 2020 года, склонны иметь трещины в ГБЦ в районе отверстий под болты крепления выпускного коллектора. Так что, если вы смотрите турбированную Mazda, обязательно постарайтесь убедиться в том, что по гарантии меняли либо ГБЦ, либо двигатель в сборе. Еще на машинах, выпущенных после 2019 года после рестайлинга, появился электронный термостат. По сути, это клапан с заслонкой, которая пропускает антифриз. Ну, то есть, регулирует протекание антифриза. Так вот, это все оказалось крайне неудачным. Причем, дело было в самой простой детали, в аварийном клапане. Этот клапан бесконтролируемо пропускал антифриз на большой круг. И то есть, автомобили после пробега в 50 тысяч километров, то есть, моторы после пробега в 50 тысяч километров, могли не прогреваться и не достигать рабочей температуры. И вот этот вот клапан, то есть термостат, меняли по гарантии. Но позже новый термостат повторял судьбу предшественника. Кстати, есть улучшенная версия термостата с буквой А, но она служила еще меньше. То есть, ему приходил конец при пробеге в 10 тысяч километров, а стоит он примерно 450 долларов. Кстати, есть, к счастью, умельцы, которые ремонтируют этот электронный термостат. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронге» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. И в «АвтоСтронге» есть, помимо отличных бушных запчастей, есть еще новые запчасти и технические жидкости. Нужно все для автомобиля? Обязательно обращайтесь в «АвтоСтронг». Мы на СТО, но прежде чем продолжим, мы зададим очень важный вопрос очень интересному человеку. Погнали! Доброго дня, Константин! Подскажите, пожалуйста, а что нужно сделать для того, чтобы автомобиль служил дольше и чувствовал себя лучше? Значит, тезис первый – не давать машину мне. Есть второй тезис, он свойственен людям в возрасте. Оставить машину на 64 года, и тогда ваши правнуки скажут вам спасибо. Третий вариант – вы можете есть детейлинг каждый год, проводить плановые и тяжелые ТО автомобиля и вкидывать в вам миллионы-миллионы белорусских рублей. Это очень важно. Но также есть и недавно разработанный ведущими инженерами из Санкт-Петербурга способ. Это спектр автомобильной химии, трипотехнических присадок, а также пластичных смазок от компании «Супротек». Используя его в своем автомобиле, вы сможете значительно продлить ресурс узлов и агрегатов, и он останется в состоянии близком к заводскому долгие-долгие годы. Подскажите, пожалуйста, Константин, а где можно приобрести этот самый «Супротек»? Вы знаете, есть проверенные ребята на территории Беларуси. Даже сложно назвать их ребятами. Это уважаемые люди и компания «АвтоСтрон», которая занимается продажей, доставкой, и самое главное – это наш партнер на территории Беларуси, который вы можете заказать и в кратчайшие сроки получить продукцию компании «Супротек». Так что телефоны и адреса мы, если вы не против, коллега, я оставлю в описании под вашим видео, где наш случайный зритель сможет легко эту информацию найти и продлить жизнь своего автомобиля. Покупайте «Супротек» в компании «АвтоСтронг». Спасибо, Константин. Только проверенные люди и проверенное качество. Ну и сразу же ещё раз напоминаем, чем старше вот такая машина, тем лучше следить за её гнищем. Что можно сказать про ходовую? Тормоза слабые. То есть после череды интенсивных торможений тормозные диски не выдерживают и деформируются. Поэтому многие владельцы устанавливают более выносливые тормозные механизмы, а некоторые устанавливают тормозные механизмы от Mazda CX9 второго поколения. И такая переделка становится намного дороже, чем просто замена тормозных дисков. Кстати, в рамках отзывной компании у автомобилей первых трёх лет выпуска меняли тормозные механизмы стояночного тормоза по гарантии. Так вот, ещё суппорты у этих автомобилей надо разбирать, чистить, смазывать, ну, наверное, один раз в два года. В первые несколько лет выпуска на вот этих автомобилях устанавливали пыльники на амортизаторы, которые лопались, и штоки амортизатора становились незащищёнными. Затем штоки корродирующие царапали свои уплотнения, и амортизатор вытекал. И самые опытные владельцы этих автомобилей устанавливают пыльники от кроссовера CX7. Они долговечнее. Оригинальные ступичные подшипники очень дорогие, стоят по 250 долларов и могут загудеть уже на рубеже 150 тысяч километров, особенно если колёса постоянно попадают в ямы. Так вот, заменители есть, но частенько эти заменители служат один-два года. Если говорить про подвеску Mazda 6, то здесь она реально надёжная и долговечная. Скорее, рычаги вот эти покроются толстым слоем коррозии, всё заржавеет, но подвеска будет ходить. Вот такой передний рычаг оригинальный стоит 200 долларов. И проще отдать эту сумму и кататься ещё 200 тысяч километров. Есть заменители, они в два-три раза дешевле, но ходят частенько по 50 тысяч километров. Сзади у Mazda 6 по четыре рычага на каждое колесо. Сайлентблоки верхних тяг в оригинале продаются отдельно. Сайлентблоки в двух нижних точках поворотных кулаков тоже продаются отдельно, максимум 25 долларов каждый. Самый здоровенный передний сайлентблок продольного рычага отдельно продается только от заменителей. Стоит 20-50 долларов. Если понадобится оригинал, то придётся выложить порядка 250. Но и служит он более 10 лет или 300 тысяч километров. Впрочем, подвеска Mazda 6 действительно долговечная и служит много сотен тысяч километров, как и у практически любого японца. На данный момент напоминаем, что вот эта красавица продаётся. Ссылочка на неё будет в описании к этому ролику, то есть ссылочка на объявление. Ну что, в финале Mazda 6 третьего поколения однозначно хороший автомобиль. Скажем так, двигатели Skyactiv надёжные, не задиристые, масло не жут. Цепь ГРМ ходит 300 тысяч километров. Однако эти двигатели после рестайлинга 2018 года получили дорогущий электронный термостат, который не позволяет в полной мере прогреваться этим двигателем. Также обязательно почаще меняйте масло. Желательно каждые 7500 километров, чтобы не образовывалось того самого нагара, который царапает стенки цилиндров. Но это не криминально и, скорее всего, об этой проблеме вы узнаете только после того, как заглянёте в эти цилиндры. Ну а вы что скажете, что Mazda 6 лучше, чем Toyota Camry? Обязательно поделитесь вашим мнением в комментариях, а мы обязательно прочитаем. Ну что, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры сделал DimaTorzok